Привет, с вами Андрей Калашников, Дарт Калашпул. Сегодня я выпускаю очередную благою весть, благое слово. И сегодня мы поговорим на тему, откуда у нас вражда и откуда у нас расприя. Много можно говорить на эту тему, много можно объяснить причин, откуда в человеке зло, откуда в обществе, в мире расприя, почему мы друг друга убиваем, почему мы с друг другом воюем. Но давайте обратимся к Святому Писанию, куда меня направил Господь. Это послание Якова 3-4, 4 глава, давайте почитаем полностью. Откуда у вас вражды и расприя, не отсюда ли от вожделений ваших, вопиющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы уподобить для ваших вожделений. Прелюбоди и прелюбодейцы. Не знаете ли вы, что дружбу с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно писано, «До ревности любит дух, живущий в нас». Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, превосстаньте дьяволу и убежит от вас, приблизитесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рядайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Не засловьте друг друга, братья, кто засловит брата или судит брата своего, тот засловит закон и судит закон. А если ты судишь закон, но ты не исполнитель закона, но судья. Есть законодатель и судья могучий. Спасти и погубить. А кто ты, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пара являющаяся на малое время, на малое время, а потом исчезающая. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы, будем-то сделаем то или другое. Вы по надменности тщеславные, всякое такое тщеславие есть зло. И так кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Вот такой такая истина в Новом Завете в Святом Писании, откуда нас вражды и расприят. Понимаете, если мы говорим, что мы любим Бога, любим Господа, но ненавидим брата своего, мы есть человека-убийца. А в человека-убийце никакой вечной жизни нет. Он не имеет вечной жизни, потому что он ненавидит брата своего, что есть человека-убийца. Нам дано знать, мы должны возобить друг друга, как самого себя. Это больший и наименьший заповедь. Мы должны возобить Бога всем сердцем нашим, всем разумением нашим. И возобить ближнего, как самого себя. То есть, это есть любовь. Потому что Отец, Отец нас очень сильно любит. Господь нас любит. Хотя мы этой любви недостойны. Потому что мы по справедливости заслужили смерть. Потому что большинство из нас, да пожалуй, почти все, живем в грехе. Но у нас есть Иисус Христос, через которого мы можем спастись, покаяться, уверовать. Ну, хорошо, многие говорят, атеистами себя считают, читают себя богами при жизни, королями. Считают, что у них есть какая-то власть, но она тлена. Она тлена. После смерти, пристав пред Господом, что они будут говорить. Конечно, в своих мыслях самообмана, лжи полно. Но путь такой, он ведет в ад. Много путей ведет в ад. И лишь узкий путь ведет жизнь. И немногие находят этот узкий путь. Почти все идут дорогу погибели, путем погибели. Есть, я не спорю, есть вразумляющие. Люди, которые вразумляются, ищут Господа. Да, есть. Которые Господь вразумляет. Да, есть. Но, по крайней мере, то, что сейчас творится в обществе, в обществе, да, начинает все сбываться по Святому Писанию. Болезни, народ восстает, народ, царство на царство, и все вот это, все вот это начинает сбываться. Я благовествую вам, ибо Царство Небесное приближается. Итак, давайте разберем дальше, что есть плоть, и что есть дух. Плотские верующие, духовные верующие, мне Господь послал книжку «Жизнь победы», евангельская миссия, автор И. Оахим Ланд Хаммер. здесь разбирается значит, верующие, которые твердо решили следовать за Иисусом, Христом, о перерождении человека, победную жизнь, от греха мы отряглись, и от мира откажись, крепко за Христа, держись, уклоняться, берегись, так достигнешь цели. Итак, давайте посмотрим, что есть плотские верующие и духовные верующие. Автор приводит в строке Святого Писания Так, духовные верующие «Помышление Духа, жизнь и мир», «Помышление духовная жизнь и мир», Римлянам 8.6 «Помышление плоти смерть», «Помышление плотский и суд смерти», Римлянам 8.6 «Духовные верующие жизнь в духе, в духе, благочестие, если мы живем духом, то по духу и поступать должны», Галам 5.25 «Плотские верующие жить по плоти и умирать, ибо если живете по плоти, то умрете», Римлянам 8.13 «Духовные верующие плот духа, любовь, радость, смерть, долготерпение, благость, милосердие, вера, кроткость, воздержание» Галам 5.22 23 «Дела плоти, прелюбодеяние, блуд, нечистоте, непотребство, идолослужение, волшебство, вражды, ссоры, зависть, гнев, расприя, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство» Галам 5.19-21 «Хождение в духе, никаких плотских вожделений, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти» Галам 5.16 «Плотские верующие, вожделение плоти против духа, плоть желает противного духу» Галам 5.17 «Духовные верующие, мысль Иисуса Христа, испытывающий же сердца, знает, какая мысль у духа» Галам 8.27 «Плотские верующие, помыслы плоти, безрассудство, надеясь плотским своим умом» Галам 2.18 «Служение плоти у греха смерть, и так я служу плотью и закону греха, духом умерщать плоть, если духом умерщвляете дела плотские, то будете живы» «Быть плотским никакого роста, потому что вы еще плотские» Срам 1 Корфеянам 3.4.1 «В плоти не живет ничего доброго, не живет во мне, то есть в плоти моей доброй, или римлянам 7.7.18 «Быть распятым для плоти, но не те Христовые распяли плоти» Галам 5.24 «Быть руководимым духом, если же духом водитесь, то вы не под законом». То есть мы большинство людей живет по плоти, плоть она разращает, разрушает человека изнутри, отращает от Господа, ведет в ад. Если мы живем по духу, дух учит нас, мы идем к Господу, у нас есть благодать, мы поступаем по истине и Божьей праведности, ведь мы должны, прежде чем что-то говорить, мыслить, помышлять, руководствоваться всегда Божьей праведностью, но не своей, не рассказывать какую-то свою праведность, не навязывать людям своего, Божья праведность. Божья праведность есть любовь, добро, мир и справедливость. Но дела плотские, они разрушают нас изнутри и приводят в уныние, в отчаяние. Конечно, много можно рассуждать на эту тему, почему мы враждуем, почему у нас распы. Если бы мы, ну вот многие, например, говорят, если бы мы могли бы любить жили бы все бы по законам, заповедям Божьим, то мир был лучше бы. Вот этот мир, который он сейчас есть, да? Но, но, это противоречит Святому Писанию, Святому Слову, Истине, вот, которое записано здесь. То, будущее, что нас ждет, грядущее, описано в Откровении Иоанна Богослова, то, что ждет нас. То есть, многие говорят, человек сам управляет своим будущим, мы построим сами свое будущее. Помните, как Соломон рассуждал, когда отец дал ему мудрость, он говорит, я соберу лучших людей, мастеров, строителей, мы построим свой Иерусалим, новый Иерусалим, и мы будем в нем жить. Вот это и есть обман. Мы не строим свое будущее. Вот наше будущее. Вот оно здесь записано, то, что грядет. Вот оно есть. Нам, людям, нам, людям, никогда не побороть распри. Они всегда будут до пришествия Господа. Мы всегда будем враждовать. Но, но если мы научимся любить, любить, то нам будет легче. Например, кому-то легко сделать зло, от кого-то от этого зла воротят. Кто-то может сказать все, что угодно, человек обидит, и ему будет все равно, что он сделал зло. Я говорю, что среди нас, дай Бог, есть еще люди, которые его разумеют. Но, но, мы все будем подлежать осуждению. Как верующие, так и неверующие. Мы все предстанем пред судом Господнем. Потому что среди нас нет ни одного праведного. Те, кто живет праведной и безгрешной жизнью. Нет таких людей, к сожалению. Но это не значит то, то, что мы умрем в грехе, но мы можем покаяться, принять спасение через Иисуса Христа. Жить с Богом, с Господом в новом городе, который уже был приготовлен отцом от самого начала сотворения мира. войти в этот новый город и жить в нем. Но не палать в гиене огненной. Вы когда-нибудь задумались, вот хоть на минуту остановиться и задуматься, а что будет потом, вот когда я умру, когда меня не станет? Куда я попаду? В рай или в ад? у меня, когда я пытался присоединиться к пятидесятникам, там был брат Александр, вот у него было два таких интересных вопроса. Почему я должен попасть в рай, и почему меня туда должны допустить? и действительно, почему многие думают, что они попадут в рай? Некоторые считают, что они попадут в рай по делам своим, по добрым делам. Некоторые жизни меряют своими добрыми делами, но на самом деле мы попадем туда не по делам, а по благодати Господа нашего Иисуса Христа, если мы будем в это верить. То есть, понимаете, все зависит от веры. Но также мы должны не забывать, что мы должны раскаиваться и каяться. Хотя, да, все очень сложно и все очень тяжело, но поверьте, когда мы уверуем полностью, когда мы исправимся, будет легко. Будет легко. Я тоже грешник. Я тоже грешник. Но бывает порой я ненавижу тоже ближнего своего. Ругаюсь, матерюсь. Да, я не идеален, но я стараюсь. Я стараюсь учиться, стараюсь разумляться. Да, меня также окручивают плотские желания, плоть, окучивает дьявол. Надо то, надо это, надо сё. Но я стремлюсь и хочу стремиться к Господу, к Отцу. Правда, очень страшно будет палать в гиене огненной, откуда пути назад не будет, где мы будем вечно мучиться, вечно. Днем и ночью вот эти муки будут на вы задумайтесь. Я прошу вас, я не призываю, не требую, но просто задумайтесь над этим. С вами был Андрей Калашников, Дарт Калаш Пол. Благодарю вас за то, что просмотрели данное видео. Надеюсь, что-то для себя вы полезное откроете. Также я желаю вам Божьего благословения, Божьего благополучия, Божьей милости, Божьей любви. Да пребудет с вами Господь Иисус Христос и еще раз вам благовествую, ибо Царство Небесное приближается. Всем до свидания. Дарт Калаш Пол.